Зелёная диета или образ жизни. Всё больше людей задумывается об отказе от мяса и прочих продуктов животного происхождения. Многие ивановские веганы давно знают друг друга. Чтобы познакомить всех желающих со своей культурой, решили провести первый в городе веган-дэй. Вопрос, который многих волнует, когда они пытаются перейти на зелёную диету. Вопрос отсутствия белка. И я считаю, важно поддерживать в своём рационе необходимый уровень белка. Я это делаю за счёт употребления бобовых, за счёт употребления тофу, который может быть приготовлен должным образом. Это будет очень вкусно, вкуснее многих мясных продуктов. Ещё пять лет назад городские кафе и продуктованные магазины были заточены исключительно под мясоедов. Разнообразить веганский рацион было проблематично. Теперь всё иначе. И меню не ограничивается салатом из овощей и гречи с грибами. Хочется сказать, что обычный вегетарианец питается скорее разнообразнее, чем рядовой мясоед, поскольку более внимательно относится к своему питанию и припитает продукты более разнообразные. И в некоторых городских заведениях, кафешках, ресторанах появляются отдельные позиции, то есть не содержащие продукты животного происхождения. Проголодавшимся предложили попробовать сэндвич с тофу с сыром из соевых бобов. Для тех, кто всё же хочет ощутить мясной вкус, подойдёт сейтан. Благодаря высокому содержанию белка, текстуре и консистенции, продукт известен во всём мире как растительный заменитель мяса. Я замечаю за собой, что я чувствую себя легче без мяса, и просыпаюсь легче, засыпаю легче, и чувствую лёгкости постоянно со мной. Я думаю, что это тоже имеет место быть, ну, как, допустим, раз в неделю устраивать себе такой день без мяса. Конечно, веганство – это не только здоровье, но ещё и особое мировоззрение. Зелёные уверены, что отказаться от животной пищи нужно в первую очередь поэтическим соображениям. Убивать животных и использовать их в качестве еды в 21 веке негуманно. Кроме того, веганы против испытаний косметики и бытовой химии на четвероногих. Об этом гостям прочитали отдельную лекцию. Этичность косметики можно в первую очередь определить наличием на ней значков, символов, например, кролика или мышки. Таких магазинчиков, где продаётся косметика, их очень много, и у нас в Иванове такие появляются. Есть какие-то маленькие, локальные, где даже продаётся косметика Месов производителей, которые тоже хотят не участвовать в тестах на животных. Образ жизни вегана, как правило, включает в себя занятия спортом, лекцию о пользе бега прочитал гостям врач-травматолог-ортопед Виталий Терлецкий. Молодой человек уже несколько лет участвует в профессиональных забегах, марафонах и ультрамарафонах. Из весомых достижений преодолел гонку Ironman – одно из сложнейших соревнований в триатлоне. Я расскажу, с чего всё началось, как я пришёл к вегетрианству, как я пришёл к бегу, как я пришёл к триатлону, зачем мне это всё, почему я не собираюсь бросать, почему это отличный способ не только держать себя в форме, но и путешествовать, и о том, насколько это меняет немного отношения близких. Во время лекции служители задавали много вопросов, касающихся правильной техники бега, не обошли стороной и тему спортивного питания. В рационе бегуна исключительно натуральные продукты. Очень интересно было послушать человека с большим опытом и веганства, и он же врач, и пробег. Да, очень всё здорово, всё по полочкам, разложил, объяснил. Первый Ивановский Веган Дэй собрал всего несколько десятков человек, не только тех, кто давно практикует зелёную диету, но и начинающих вегетарианцев. Главное, уверены организаторы, не навязывать отказ от мяса, а показать, что есть достойная альтернатива. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново. Продолжение следует...